Вступительное слово к оперативному совещанию, которое случилось в Белом доме башкирского правительства, 16 сентября Хабиров начал с того, что он переутвердил на посту сенатора от Башкирии в Совете Федерации Лилию Гумерову. Лилия Салаватовна вот уже 10 лет представляет Башкортостан в Совете Федерации. Она чрезвычайно полюбилась Валентине Ивановне Матвиенко. Матвиенко, как известно, тяготит к женщинам-сенаторам и, естественно, не отпустит Гумерову никогда. Из Совета Федерации, судя по всему, и сама Матвиенко, и Лилия Салаватовна отправятся из Совета Федерации прямиком в Кремлевскую стену. В общем, так или иначе, Хабиров переутвердил. Кроме всего прочего, в отставку ушло все правительство республики Башкортостан, так положено по закону, и на новом сроке заново переназначается состав правительства. Хабиров попытался успокоить своих министров тем, что все, кто ведут себя хорошо и будут вести себя хорошо дальше, получат министерские кресла и в новом составе правительства на втором сроке правления Хабирова. Ну, не понимаю, при чем здесь какое-то беспокойство. Вроде бы, как было сказано давно, что никаких особых ротаций в правительстве не произойдет. Да их и, собственно, быть не может. Скамейки запасных, как таковой, у Хабирова вообще нет. У него нет людей, и все, что есть, с тем приходится работать. Отдельно отмечу, что во время вступления обратились к Азату Барданову с каким-то вопросом, и выяснилось, что он не присутствовал лично на этом совещании, но присутствовал в своем кабинете. Почему Азат Шамильевич был отлучен от личного участия в оперативных совещаниях, остается пока непонятным, но факт есть факт. Напоминаю о том, что необходимо и очень желательно, чтобы вы помогали нашему каналу материально. Сделать это можно, например, через Сберкарту, номер которой вы видите сейчас на экране. А если вы хотите помогать и донатить нашему каналу регулярно, то вы можете оформить подписку на платформе Boosty, это очень удобно, и вы сможете всегда и беспрепятственно смотреть наши выпуски. Там вы можете оформить подписку на любую доступную для вас сумму. Заранее вам за это большое спасибо. А также не забывайте ставить лайки, комментировать, продвигать тем самым наши ролики в системе YouTube. И если вы комментируете и лайкаете, то все больше и больше людей будет их смотреть и сможет их увидеть. Наконец-то Хабиров заинтересовался ситуацией в жилищно-коммунальной сфере республики. После длительного перерыва, больше месяца его этот вопрос не интересовал, заслушали доклад министра ЖКХ Голованова Ирина Александровна. Ирина Александровна бодренько сообщила, что никаких крупных аварий в последнее время в Башкирии не случилось. Ну, не беда, что 182 многоквартирных дома в Уфе только за минувшую неделю были отключены от воды, газа, света или бы каких-то других благ цивилизации. Но с этими проблемами Ирина Александровна справилась. По крайней мере, она так утверждает. В общем, ничего страшного не происходит. Более того, Голованова сообщила, что все муниципалитеты, кроме Белорецка, уже оформили паспорта готовности к отопительному сезону. Ну, то есть, прям тишь да гладь и божья благодать. И проблем с инфраструктурой ЖКХ Голованова не предвидит в ближайший отопительный сезон. В общем, по ее словам, все прекрасно. Однако Хабиров, выслушав Голованову, заговорил о непорядках в Октябрьском районе города Уфы, потребовал уволить руководителя спецавтохозяйства. Это такой оператор по вывозу твердобытовых отходов, которые обслуживают непосредственно Октябрьский район города Уфы. Назаров тактично напомнил Хабирову, что в последнее время только в спецавтохозяйстве города Уфы сменилось аж три директора. Но ситуация с вывозом мусора в Октябрьском районе никак не улучшается. Однако Хабиров настаивал, требовал увольнения директора, ну и назначения, значит, уже четвертого директора. Судя по всему, Хабиров не понимает, что дело было не в бобине, и дело не в том, кто руководит спецавтохозяйством, а в каких-то более фундаментальных проблемах по вывозу твердобытовых отходов. Радий Фаридович наивно полагает, что достаточно поменять там одного директора на другого, и все наладится. Видимо, это не так. Любовь Викторовна Минакова зачитала сводку ГИБДД, сообщив, что за минувшую неделю у нее случилось 52 ДТП, пострадало 65 человек и погибло семеро. На 13 человек погибших на данный момент больше, чем за тот же период прошлого года. Статистику смертности на дорогах улучшить никак не получается, несмотря на то, что ставят все больше и больше камер видеофиксации. Никак они не поймут, что камеры видеофиксации никаким образом не влияют на статистику смертности и аварийности на дорогах. Прогноз по погибшим за этот год где-то находится в диапазоне 370-400 человек. Вот такая цифра будет к концу 2024 года. Возможно, и больше, так как говорится, тут как повезет, какой будет гололед. В свою очередь, Хабиров отчитал и Минакову за перегрузку электричек пригородных поездов в выходные в направлении Раевки и Айгира. Например, Хабиров отметил, что очень много жалоб населения на то, что в эти электрички было невозможно сесть, люди выезжали на природу, пытались поймать последние теплые деньки, и, значит, Минакову никак с этой задачей не справилась. Отдельно Хабиров отметил неспособность Любови Викторовны к прогнозированию проблем. Тут я с Хабировым соглашусь, потому что действительно исправлять какие-то ошибки, какие-то грехи и какие-то проблемы – это одно. А вот предвидеть, например, перегрузку на каких-то направлениях и поставить туда дополнительные вагоны – вот это другое. Видимо, Любовь Викторовна не для этого пришла руководить министерством, чтобы улучшать систему транспорта, а для каких-то иных абсолютно задач. Доклад министра сельского хозяйства Фазрахманова был достаточно оптимистичен. Он сообщил о том, что погода наладилась, и убрано уже 48 площадей зерновых и зернобобовых. Урожайность 21,2 центнера с гектара не очень высокая, и качество зерна очень низкое, как отметил Фазрахманов в связи с этими погодными условиями минувшего лета. Однако очень хорошо все с сахарной свеклой, очень хорошо с кормами, которых, в общем, заготовили больше, чем необходимо, и, видимо, будет какой-то запас. Также засеяно 50% озимых. В целом, Фазрахманов победил свои панические настроения. Я не знаю, как уж там на всем этом сказалось вот эта локальная ЧАЭС, которую ввели до 11 сентября по поводу избыточного перенасыщения влагой земель. В общем, Фазрахманов пока оптимистично смотрит в будущее и доложил о том, что уже собрано больше 2 миллионов тонн зерна. 4 миллиона, конечно, не будет, но 3, наверное, как-нибудь наберут. Далее последовала целая череда отчетов, докладов о том, как в республику неудержимым потоком пруд и инвестиции, как население республики Башкортостан тысячами и десятками тысяч человек вовлекается в занятия оздоровлением и спортом, о том, как в геопарках сохраняется первозданная природа и как будто бы грибы после хорошего дождя вдоль дорог растут объекты придорожного сервиса. Неудержимо хотелось обниматься и плакать. Хотелось попасть в этот волшебный рай, в этот волшебный мир, о котором рассказывали чиновники, но, увы, к сожалению, этот волшебный мир действительно существует исключительно только в их докладах. Под конец вот этого мармеладного шторма у меня мелькнула мысль о том, что ведь уже лучше невозможно сделать, уже сделано все и абсолютно, и даже больше, чем нужно сделано. И, в принципе, все присутствующие в этом зале оперативного совещания могут спокойно собирать вещи и расходиться по домам, потому что, ну, если вот их послушать и им верить, вот этим докладам, то получается, что сделано абсолютно все, никаких проблем нет, ни о чем заботиться, у нас все прекрасно. Честно говоря, вызывает недоумение вообще цель и задача вот таких вот пакетных докладов о том, что, ну, прям вот все прекрасно, все замечательно, все выполнено. Ну, выполнено и ладно. Может быть, нужно обсуждать проблемы или какие-то текущие задачи, или что-то может быть, а вдруг у нас что-нибудь не очень, да, например, улица Рабкоров там или Кузнецовский зато, ну, есть же, да, о чем поговорить, но нет, бушует вот этот мармеладный шторм докладов о том, как все прекрасно. Однако, вот эту благостную картину, которую нарисовали подчиненные, внезапно разрушил сам же Хабиров. Выйдя из мечтательной задумчивости, видимо, навеянной вот этими вот монотонными докладами, Ради Фаритович заявил, что необходимо срочно забыть о том, что было на выборах, перевернуть страницу и забыть. Это была цитата. Объяснил он это свое странное предложение так, цитирую, «Перед выборами я долго и предметно рассказывал людям о наших достижениях. Предлагаю к этому не возвращаться. Было и было». Конец цитаты. Вот так вот сообщил Хабиров о своих планах. Ну, прозвучало это действительно как понять и простить, чего только не наговоришь на выборах, чтобы тебя, ну, хоть сколько-нибудь выбрали, да? Хотя бы сделать вид, что тебя выбрали или там, ну, я не знаю, самому, чтобы казалось, что тебя выбрали. Ну, в самом деле же, но не исполнять же то, что было наобещано перед выборами. Так что, как говорится, перевернули страничку и забыли. Долго, предметно мы рассказывали о каких-то наших достижениях, по этому страничку тоже это закрываем. И уже, как бы, ну, предлагаю к этому не возвращаться. Было и было, что называется. Однако, к моему вязчему удивлению, Хабиров не ограничился вот этим странным предложением. Дальше было еще загадочнее. Радий Фаридович поделился своими читательскими опытами и глубокомысленно, ну, впрочем, не совсем точно процитировал Виктора Франкла. Цитата была такая. «Первым сломались те, кто думал, что это скоро закончится. Вторыми – те, кто думал, что это никогда не закончится. И только те, кто сосредоточились на выживании, остались в здравии и успехе». Конец не совсем точной цитаты. Ну, честно говоря, я опешил от этой цитаты. И вообще, Хабиров не часто что-то цитирует. Мы вообще не слышали о том, чтобы он что-нибудь читал и цитировал. Вот и вдруг случилось. Дело в том, что Виктор Франкл в своей книге «Сказать жизни да. Психолог в концлагере» под этим подразумевает нацизм и Холокост. А вот что имел в виду дорогой Радий Фаридович, цитируя Виктора Франкла, я даже предположить боюсь. Редактор субтитров А.Семкин